Здравствуйте, меня зовут Александр Ивлев. Сегодня я отвечу на основной вопрос. Как избавиться от хронической боли с помощью гипноза? Правда ли это, что можно уменьшить боль с помощью гипноза? И почему это не распространено повсеместно? Итак, давайте я отвечу на первый вопрос. Как избавиться от хронической боли? Здесь я должен вас предупредить. Если у вас хроническая боль, то, конечно же, в первую очередь вам нужно обратиться к врачу. Потому что врач может исследовать вас, взять на анализ кровь, провести всевозможные тесты, чтобы выявить серьезные нарушения. Если они есть, конечно же, что-то серьезное может создавать такую боль. Но если ваш врач ничего не нашел, абсолютно ничего, и говорит вам, что вы в полном порядке, что вы здоровый человек, и вы продолжаете мучиться от боли, то здесь, естественно, нужно подумать о том, что делать. Потому что если врач ничего не нашел, то тогда получается, что ваша проблема вызвана не физическими какими-то нарушениями в организме, а, что называется, психологическими проблемами, или же эмоциональными какими-то проблемами. Итак, что делать, если ваша хроническая боль не уходит? Если даже вы принимаете таблетки болеутоляющие, и ваш врач говорит вам, ну, не знаю, ну, я все попробовал, вы в полном порядке, давайте попробуем это или вот это. А у вас все так же, ничего не меняется. Спросите своего врача, как насчет гипноза, что он или она думает об этом. Любой врач, настоящий медицинский врач, который закончил институт, колледж, академию, знает, что более 150 лет назад английские и европейские врачи применяли гипноз для обезболивания своих пациентов во время операции. Для обезболивания применялся гипноз, только гипноз, потому что не существовало каких-то анестезий, не существовало никаких химикатов. Ну, был, конечно, эфир, но он приводил к печальным последствиям, очень большая смертность была. И поверьте, что это врачи первыми начали применять гипноз. Не цыгане, не какие-то гипнотизеры на стене, которые показывали фокусы. Нет, врачи более 150 лет назад. И среди них самые известные были, конечно же, Джеймс Брейд и Джеймс Эсдейл. Два известных хирурга, которые применяли гипнотизм, месмеризм, для того, чтобы проводить безболезненные операции, сложнейшие операции, по ампутации конечностей и так далее, и тому подобное. И эти люди были, конечно же, смелыми врачами, потому что их взгляды не разделялись широкой аудиторией в медицинской среде. Итак, еще раз. Я надеюсь, что на первый вопрос я ответил и автоматически на второй вопрос тоже. Вы знаете, что гипноз работает. Но сейчас вам интересно, конечно, а что же такое гипноз? Так вот, самое короткое объяснение, что такое гипноз, гипноз – это состояние, нормальное состояние вашей мозговой активности, когда ваше сознание сфокусировано на внушении. Что такое внушение? Ну, это определенные слова, которые помогают избавиться от боли. Так вот, гипноз – это состояние повышенной внушаемости. Конечно же, это состояние вызывается с согласием того, кому внушают обезболивание. Без согласия такое обезболивание вряд ли можно достичь. И вот здесь очень уместно добавить, что многие сейчас так называемые гипнотизеры или же гипнологи учат, всевозможные школы открывают, все нахваливают, рассказывают о том, какие они мастера. Но правда остается одной. Одна единственная правда. Человек, которому надо делать операцию, будет чувствовать боль. Если гипнотист или гипнотизер не знает, что делает, понимаете? Можно помочь человеку бросить курить, можно человеку помочь похудеть с помощью внушений. Но если боль не уходит, тогда этот человек будет чувствовать боль во время операции. И вот здесь другая правда. Не каждый человек сможет с помощью внушения убавить свою боль. Не каждый. А кто именно? Ну, есть определенный процент среди всех людей, приблизительно, может быть, 10-15%, кто очень легко входит в состояние гипноза. Это так называемые сомнобилисты. Они талантливые люди, которые очень легко поддаются внушениям. А что же делать с другим людям? Другие люди. Ну, ничего страшного. Они тоже могут. Но им трудно будет уменьшить боль, если им нужна будет операция. Но, к счастью, для того, чтобы избавиться от хронической боли, нам не нужно быть в числе тех, которые очень талантливы для вхождения в гипноз. Достаточно быть внимательным, слушать внушения, принимать их и выполнять очень простые инструкции гипнотиста. Потому что есть люди, которые думают, ну, я-то знаю, каким должен быть гипноз. Идут на прием к гипнологу или гипнотисту, сидят там и начинают командовать. Конечно, у таких людей очень развито, что называется, чувство противоречия, или, скажем так, сопротивления внушениям. Они, может быть, боятся и начинают командовать. Они скептики по своей натуре. Но, я вас уверяю, чтобы внушение работало, не нужно верить в гипноз. Надо быть просто готовым к тому, чтобы начать работать. Начать работать над уменьшением своей боли. Как это выглядит? Ну, довольно-таки просто. Если у вас есть интерес к тому, что я вам сказал, вы можете мне позвонить для бесплатной консультации. Или же найти ссылку в этом видео, в описании к этому видео, и забукать бесплатные консультации онлайн. Если я вас беру, то тогда вы будете участвовать либо в сеансах онлайн по зуму, либо вы придете ко мне в офис. И тогда мы будем работать. Но для того, чтобы быть уверенным в успехе, что у вас действительно боль уйдет, конечно же, вам нужно настроиться на то, что во-первых, все, практически все люди внушаемые в той или иной степени. Очень внушаемых очень мало. Нормально внушаемых довольно-таки много. Совсем не внушаемых мало. Второе, что вы готовы к тому, чтобы избавиться от боли, уменьшить ее по крайней мере до состояния, когда вы будете чувствовать себя комфортно. И третье, понять, что причина успеха кроется не только во мне, в гипнотисте или же, скажем, в каком-то другом гипнологе, а также и в вас. Это означает, что вы полностью открыты внушением, вы настроены на успех, вы доверяете тому, кто вам будет внушать уменьшение боли, и тогда у вас все получится. Ну и последнее, что я хочу сказать, пожалуйста, поймите, я не доктор, я не психолог и не психиатр. Я не лечу от боли. я помогаю людям с помощью внушения. Фактически, я учу людей, как освобождаться от боли с помощью самого гипноза или же с помощью самовнушения. На этом я заканчиваю наш сегодняшний выпуск. Желаю вам успехов. До свидания.